Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Flashing Lights. Не так много времени прошло после релиза игры, как разработчики уже выкатили новый патч, новое обновление, в котором добавили много новых заданий, друзья, и сегодня в рамках скорой помощи мы посмотрим на некоторые из них. Так, я создал уже персонажа, погнали, я думаю, мы можем приступать. Напоминаю, что до обновления заданий у скорой помощи было ровно одно задание, сейчас их в районе шести вроде как. Сейчас посмотрим с вами, друзья, насколько они будут разнообразными. Поехали. Сохранились наши очки репутации и так далее. Так, авария по адресу водитель застрял в автомобиле. Вот этот вызов как раз-то и был на релизе. Давайте мы его пропустим, я думаю, мы уже там все видели. Можно сесть заранее в наш автомобиль, в наш фургулы, в скорой помощи, кареты скорой помощи. Давайте заведемся пока что и просто подготовимся. Авария по адресу, друзья. Принимаем. Тоже авария, но на этот раз без застрявшего водителя, похоже. Все, можем отправляться. Сразу врубаем мигалки, врубаем сирену, я думаю, надо спешить. Все, может быть, сожидает неизведанное. На самом деле, надо здесь, наверное, повернуть. Блин, зигзагами так не хочется подниматься, я бы в объезд поехал. Ну ладно, раз уж мы здесь, и нам по пути. Хотя, наверное, в любом случае пришлось бы этой дорогой, этим путем проезжать. Так, ну сейчас посмотрим, насколько эта авария отличается от предыдущей. Наверное, человек просто въехал куда-нибудь в дерево, я не знаю. На предыдущем вызове, по-моему, было именно ДТП с застрявшим водителем. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сручникам пришлось развернуться. Я-то слишком разогнался. Какие-то фургончики, смотрите, здесь немного дрожат и нас пропускают. Тормаживаем. Спешим на помощь, другие. На максимальной скорости, можно сказать. Главное, самим не перевернуться. Я думаю, будет все в порядке. Так, теперь нам направо нужно повернуть. Да, только с ручника приходится заезжать в повороты, хоть это и дико опасно. Но зато действенно. Тихо. Так, нормально. Ребята, пропустите! Твою мать, все-таки я сбил, думал, не задену. И минус очков репутации, другие. Покатаемся от первого лица. Так, мы практически уже прибыли. Что-то совсем далеко. Нас посылают! Очень далеко. Так, вот мы и на месте. Внезапно, друзья, я просто угадал. Какой-то пьяница вхерачился в дерево. Давайте здесь парковаться. Смотрите, пострадавшего. Да-да-да. Сейчас будем осматривать. Застаем наш саквояж. Так, открываем багажник. Вещи. Сумка врача. Да, лысый. Алкаш. В маечке белой классической. Так, погнали. Начинаем осмотр наш. Пуза пивной не пострадала. За головой у него не все в порядке, конечно. Но в плане физических повреждений все в порядке. Ну, немного ударился об руль. Может, там сломал что-нибудь себе. В принципе, ничего страшного. Возьмите носилки из кузова скорой, чтобы поместить пациента в автомобиль и доставить в больницу. Вот, собственно, и все, друзья. Так, что-то я накарачиваюсь здесь. Давайте осмотрим. Место аварии. Смотрите, в машине уже проросли кусты. Вот такое вот прекрасное дерево. Я думаю, они даже кузов не деформируют, но нет. Капот слетел, как вы видите. Немножко бампер. Ну, передняя часть не слишком пострадала, на самом деле. Так что, я думаю, и ремонт даже в небольшую сумму выйдет. Так, ну что ж. Пока наш алкаш здесь отдыхает. Эвакуатор, кстати, уже пригнали. Прикольно. Жалко, здесь работа эвакуатора нет. Так, ладно, доставим носилки, друзья. Ну, вытаскиваем их. Как всегда, они спаунятся рядом с нами, позади. И теперь аккуратненько будем размещать. Вы хоть бы мне помогли, я один, блин, отрабатываю за всю нашу медицинскую службу. Так. Берем, друзья, именно так. Именно так все и должно происходить. Мы сначала переезжаем толстяка, только потом он укладывается на носилки. Все, можно ехать. Не закрываем. Давайте, ребята, счастливо. Можно саквояжик наш забрать. Положим его в тачку. Вот, теперь можно со спокойной душой уже уезжать. Итак, еще один спасенный пациент, друзья. Очередной алкаш. Теперь возвращаться нам придется в город. Здесь, наверное, лучше развернуться. Так, ну-ка впишусь я. Сейчас в дерево вхерачиваюсь, как этот пьяница. Нет, нормально. Так, ну, в принципе, можно, наверное, мигалки вырубить. Потому что он не в тяжелом состоянии. Можно спокойненько, потихонечку ехать в город. Пока особо никакого разнообразия. Ну, здесь нам тоже нужно было просто забрать пациента. Хотя работа и состоит. Вся скорая помощь из этого. Так, достаем носилки. И отправляем пострадавшего в клинику. Надеюсь, страховка его покроет все расходы. Так, все, готово, друзья. Пациент доставлен. Жалко, я не пишу время, за сколько мы сумели завершить это задание. Так, все, укладываемся и ожидаем, друзья, следующих вызовов. Я надеюсь, нам не придется переться опять куда-то за город. Давайте где-нибудь здесь проканемся на выезде сразу. О, толстяк уже вышел из больницы. Я же говорил, ничего серьезного, друзья. Вы переживали за него. Он даже научился воздушной походке. Так, водитель застрял в автомобиле. Давайте принимать. Вроде такого задания не было. Отвечаем на вызов. Вырубаем сирену мигалки. И поехали. Ну, на самом деле такой вызов был, но у нас в... Блин, опять далеко ехать. Твою мать, почему все происходит самое интересное за городом? Был такой вызов, на самом деле, но... Но по-другому он назывался. Все-таки это задание именно новое. Видимо, то же самое сейчас будет, но просто в другом месте. Например, и с участием других автомобилей, конечно. Потому что самое первое задание, я помню, называлось, типа, что-то вроде столкновения двух машин. Это задание должно быть одним из новых. Чувак куда-то резко свернул в мою сторону вместо того, чтобы уступить на дорогу. Так, мы уже приближаемся, друзья. Уже практически на месте. Где-то вот здесь, вот на шоссе, на перекрестке даже. И произошло ДТП. Там целый конвой какой-то. А, нет, пожарка снова. Да, так, ладно, мигалки мы оставляем. Подъезжаем и видим столкновение фургончика и красного автомобиля. Там, тихо-тихо-тихо. Не хватало еще одного фургончика. Так, и на этот раз... Да, друзья, это все-таки другое задание. На этот раз, смотрите, виновника повязали копы. Виновник сидел именно в красной машине, протаранил фургончик. Дверь уже вскрыли. Нам осталось только достать пациента. Так, давайте сначала его осмотрим. Как всегда, процедура, естественно, не меняется. Сумка врача. Интересно, могу я положить временно вот сюда вот в ремне, да? И сразу выкатить носилки. Да, сумка обратно залезла. Так, короче, выкатим носилки. Возьмем сумку. Сейчас быстренько его осмотрим. Не очень понятно, для чего эта процедура. Потому что ничего нам, никакой информации нам не дают, на самом деле. Так, почему я опустил мою сумку? Смотр произведен. Просто добавляют нам очки. Если бы нам давали бы у каждой части тела какую-то информацию. Так, возьмите носилки. Это мы все знаем. Носилки уже готовы к перемещению. И ПЦН в скором времени будет госпитализирован. Сейчас только врач возьмет носилки. Все, спасибо. Подкатываем аккуратненько. Ну, давай. Ты же автоматически должен это сделать. А, нет, не автоматически. На этот раз не автоматически. В прошлый раз у меня достаточно было наехать. Я ничего не нажимал. Так, засовываем. Сумочку мы забираем. Отличная работа. Ну, удачи вам, парни. Хорошо, что вы повязали этого сукиного ублюдка. Главное, не спутайте с другими лысыми мужиками. Удачи. На этот раз тоже здесь эвакуатор располагается. Может, и раньше так же было. Просто я не замещал. Здесь детали. Так, ну вот этот вот пациент, возможно, в тяжелом состоянии, на самом деле. Тут уже его пришлось вытаскивать из фургончика. Тут уже фургончик буквально всмятку превратился. Так что, мне кажется, надо поспешить, друзья, чтобы доставить нашего пострадавшего. Опять, блин, в город ехать. Сейчас посмотрим на еще одно задание. Наверняка, друзья, меня пошлют, как вы думаете, куда? Правильно, куда-нибудь за город. Может быть, на вот это вот широкое шоссе по правой части, которое располагается. Так, как мы поедем? Давайте по правой стороне вот здесь, по прямой дороге. Хотя бы можно разогнаться. Хера, я его подрезал. Можно неплохо здесь разогнать. Готово. Очередной пострадавший в ДТП. Госпитализирован. И мы ожидаем, друзья, следующего вызова. Может, что-то совершенно новое будет, но сомневаюсь. Видимо, все будет завязано на различных авариях и ДТП. Интересно, будет задание, когда кого-нибудь прихватят, например, просто инсульт, сердце, сердечный приступ. Должны в дальнейшем, я думаю, разнообразить все это дело как-нибудь. Так, давайте двери сзади закроем. Съедем вниз. Так, и вот новое задание. Авария. Снова авария, но айди вызова другой, как вы видите, так что мы принимаем. Давайте. И опять за город. Да вы ровите. Просто издевается надо мной. Не успел я на обед, блин, сходить. И опять за город. Мне кажется, надо развернуть какую-нибудь маленькую больничку там. Хотя бы с одной бригадой. Так, ладно, погнали с новыми зигзагами здесь. Так, и хочется зайти в эту кафешечку после тяжелого рабочего дня. Нам придется потерпеть. Нам нужно спасать жизни. Четыре пациента мы в итоге госпитализировали. Двое из них были в прошлом ролике. Мы одно и то же задание выполнили два раза. Сейчас хоть какое-то разнообразие есть. Так, мы выворачиваемся. И это, видимо, совсем далеко. По крайней мере, моя чуйка. Мне так подсказывает. Извините, сэр. Я вроде их даже не поцарапал. Так, надеюсь, можно втопить. Снова ручника, смотрите, дадим. И зайдем отлично в поворот. Так, вот он наш клиент. Где-то там на дороге осталось немного спуститься. Радует, что разработчики работают над игрой. Спустя пару дней, или даже пару дней не прошло, они уже выпутили патч с новыми вызовами. И даже, по-моему, новую технику добавили. Но это у пожарных. Так, смотрим, что у нас здесь, друзья. Ну да, очередное ДТП. Снова находится здесь полиция. Вот так вот, наверное, подъедем. Так, все, выходим. Но задержать, видимо, никого не удалось. Смотрите, пострадавшего. Да, 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 мы в курсе. Хотя нет, вот, смотрите, виновник, похоже, за рулем находится. А может быть, это вовсе и не виновник. Этот тип, похоже, на встречку выехал. И, наоборот, сам виноват был. Смотрите, уграждение какое-то врезалось. Так, ну что ж, давайте доставать. Доставать наш чемоданчик. Сразу тогда носилки выкатим. Сумка врача. И продолжаем работать. Он абсолютно так же распластался. По-моему, по асфальту, смотрите. Такое выражение лица. Так, ну погнали. Начинаем с пуза, естественно. Самое ценное место у алкашей. Если не будет пуза, как же они будут хлебать холодненький пивоз? Так, все, осмотр произведен. Возьмем сразу... Да вставай ты. Возьмем сразу нашу сумку. На самом деле... Если даже мы ее не заберем, по-моему, она у нас зареспавнится. Но давайте все будем делать как надо. Выкатываем носилки. Разворачиваемся. Вот такой вот походочкой. Все, и побежали. 300 очков уже? 317 очков. Ну-ка, он сам залезит? Нет, на этот раз я просто его переехал, друзья, и в нем застрял. Обязательно нужно нажать взять. Странно, в прошлый раз я, по-моему, ничего не нажимал. Или я как-то по инерции, можно сказать, нажал и сам того не заметил. Выработал уже рефлекс некий. Так, ну что же, загружаем нашего пациента. И едем обратно в город, друзья. Пятый пациент в совокупности. Носилки запихиваем обратно. Так, ну и думаю, все остальные задания между собой не сильно различаются. Давайте еще что-нибудь подождем. Может быть, будет какой-нибудь интересный вызов, который не повторяющийся. Че-то когда здесь посидим? У меня, кстати, правый поворотник до сих пор включен был все это время. Так, ID18. Водитель снова застрял в автомобиле. Не знаю, выполняли ли мы сегодня это задание под 18 номером, но... Задание точно такое же, друзья. Даже если мы его не выполняли, наверное, отличается он только расположением и автомобилями, соответственно. Так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. До встреч forms и появилась книга. До встречи Нуб opera! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Может быть, смотретьQUIRE!